Добрый день, уважаемые зрители, инвесторы, партнеры и все участники проекта Сувалмаш. С вами, как всегда, Александр Сударев. Мы с вами сейчас находимся на строительной площадке по левую руку от здания, если смотреть от главного входа. И вот что примечательно, мы с вами стоим уже на асфальте, на первом его слое. Мы видим бордюрный камень, мы видим площадку, которая выглядит значительно ровнее, чем это было ранее. Да, сейчас часть опять перекопана, мы видим склад грунта, но тем не менее ситуация достаточно серьезно изменилась, и все это стало возможным благодаря тому, что было достаточно активное поступление инвестиционных средств на счета компании Сувалмаш. Вот мы уже не раз говорили о том, что чем больше темпы финансирования, чем они быстрее пополняются, тем быстрее идет производство работ. И сегодня мы с вами поговорим о пользе или даже, правильно сказать, результатах той акции, которую проводила компания Solar Group. Акция «Спасибо» назвали ее так. И вот в результате которой были повышены темпы привлечения тех самых инвестиций. Как я уже упомянул, мы с вами стоим на асфальте, который был до достаточно сжатой сроки здесь постелен. Этому предшествовало выравнивание грунта, выход на ноль, раскладывание геотекстиля, выполнение обратной засыпки, выполнение отсыпки щебнем. И на такой достаточно объемной территории сделать это было весьма непросто. И ведь для этого нужно было провести еще ряд подготовительных работ. Это и демонтаж плит временной дороги, и многое-многое другое. Также мы с вами видим то, что зеленая территория, она уже готовится под восстановление, под вертикальную планировку. Сейчас вот здесь мы видим с вами уже выровненный грунт, который был сейчас опять, скажем так, немного заскладирован землей. Почему? Потому что вот эта самая траншея, которую мы сейчас с вами наблюдаем, сделана для прокладки инженерных коммуникаций, таких как слаботочные сети. Это и освещение, и телеметрия, и так далее. Также мы с вами можем наблюдать за тем, что нет временного забора. Стоят столбы, и эти столбы, они пока еще не забетонированы, хотя в начале площадки есть уже и такие. И это основание, на которое будет крепиться уже постоянный забор, который с нами будет жить, я надеюсь, что долгие годы. В том числе мы сразу, не отходя от кассы, как говорится, наблюдаем какие-то работы. Что же происходит? А выполняется врезка для подключения холодного водоснабжения в здание. Если мы с вами сейчас пройдем дальше, давайте это сделаем. С этого ракурса здесь очень хорошо видны уже ступеньки, которые были отлиты. Это вот, кстати, поэтому можно заметить, насколько должен будет подняться уровень, да? То есть, сколько еще слоев асфальта предстоит уложить. Ну и, конечно же, мы с вами уже, подойдя ближе, можем наблюдать работы по врезке водоснабжения. Но не будем подходить близко, все-таки техника безопасности есть, никто ее не отменял. Пойдемте дальше. И здесь вот у нас открывается отличный вид, плац. Вот по-другому назвать это место не могу. Здесь у нас уже готовая площадка. И не только готовая, она уже апробированная. Апробированная тем, что сюда постоянно приезжают фуры, привозят материалы различные. И здесь вот выполняются уже работы в полном объеме. В том числе за территорией вот асфальта, да, уже установлен бордюрный камень. Также выполнена вертикально, точнее, частично выполнена вертикальная планировка, разровнен грунт. И уже мы ждем, скажем, поступления машин с грунтом, с щебнем. Где-то будет продолжаться монтаж асфальта, где-то будет продолжаться уже монтаж плодородного слоя для дальнейшего посева газона. И вот, ну, площадка очень сильно преобразилась. Перемещаясь ближе к правой части здания, точнее, дороги по правую руку, мы здесь наблюдаем склад щебня, который как раз-таки пойдет вот на эту дорогу для того, чтобы в дальнейшем уже приступить к укладке асфальта. Также мы с вами видим обилие строительной техники, которая уже в ближайшее время будет готова приступить к при выполнении определенных работ. Что примечательно, мы с вами видим нашу площадку, платформу под установку климатического оборудования, и оно уже находится на ней. Недавно здесь стояли трансформаторы, которые были заведены в здание. И, надо сказать, возможно, это стало как раз-таки благодаря землеройным работам, которые вот сейчас были выполнены. Здесь мы уже не видим такого перепада высот, уже лежит песок, и если мы с вами зайдем подальше, то тоже увидим теплотрассу, увидим то, что выполняется постепенно эта обратная засыпка, и скоро она совсем скроется уже под слоем грунта, ее будет совершенно не видно, и начиная с этой части туда пойдет асфальт. Но прежде чем асфальт станет, нам предстоит выполнить еще одну работу. Нужно проложить еще одну коммуникацию, одну из последних инженерных сетей, а именно холодное водоснабжение, которое пойдет по правую руку от здания. У нас их такие точки, таким магистрали будет две. Вот мы и дошли до теплотрассы, и помните, да, как на прошлых видео мы тоже делали с нее определенные съемки, а там был такой обрыв некий, сейчас же она уже вот еле-еле выходит, так сказать, из грунта, из песка, поэтому вот обратная засыпка как раз таки для этого нам и нужна. И обратите внимание на тот участок, то есть насколько в целом поднялся уровень площадки. То есть мы идем постепенно вверх. Сейчас мы с вами подошли к такой, одной из самых грандиозных ям нашего участка, если можно так выразиться. На самом деле это траншея, большая достаточно, выполнена для того, чтобы осуществить прокол и соответствующий монтаж подключения ливневой канализации к уже центральной системе. Вот здесь мы видим колодец ливневой канализации, там уже специально раскрепленное подготовленное место, куда будет устанавливаться специальная техника, шприц так называемый, который будет уже колоть под проезжей частью, выходить туда и там будет осуществляться подключение. Уже выполнены подготовительные работы как на нашей территории, внутри площадки, так и за ее пределами. Вот часть дороги была перекрыта бетонными блоками, там также вырыта траншея, даже можно сказать, наверное, котлован. И в нем также проводятся специальные работы. Здесь вот хоть стадия выполнения этих работ, она уже финальная, по-другому не могу сказать, но нужно понимать, что у нас достаточно компактная площадка по меркам, скажем, таких производственных площадей. И есть ряд некоторых особенностей при производстве работ на этом самом месте. Дело в том, что у нас вся вот эта площадка, как вы уже видели в прошлых наших видео, она просто вся была изрыта, перекопана и везде есть какие-то коммуникации. И степень залегания коммуникаций находится на разных уровнях. Поэтому приходится выполнять работы поочередно. То есть мы выкопали траншею, проложили коммуникации, закопали. Потом, допустим, если у нас рядом есть пролегание других коммуникаций, опять вырыли траншею, опять все выполнили работу, опять закопали. И вот, скажем, нарыть рядом эти траншеи не представляется возможным, потому что грунт это очень серьезная такая вещь. И могут происходить обрушения, могут происходить, да, там, такие, как вот, ну, можно сказать, что-то типа оползней. И дожди очень хорошо на это влияют. То есть подготовительных работ очень много. Поэтому вот сложность с землеройными работами, она, ну, достаточно высокая. При этом есть еще такое понятие, как те коммуникации, которые уже были здесь проложены, частично они встречаются. Это коммуникации особой экономической зоны. Надо выявить их местонахождение и, соответственно, не повредить их при выполнении работ. Поэтому вот большая часть этих работ уже была выполнена, но часть предстоит еще. Напоминаю, прокол, холодная вода. И вот все это место уже будет готово под монтаж асфальта. Поэтому это событие не за горами. Вот, скажем, архиважная задача подвести тепло к зданию и уйти в зиму уже со своим отоплением. И для этого как раз-таки вот те средства, которые поступали по данной акции «Спасибо», они очень сильно нам помогли продвинуться вперед. Сегодня мы говорим о том, что стадия выполнения работ финальная. Не так давно мы говорили о том, что эти работы срочно и необходимо надо начать выполнять. Сейчас мы их завершаем. Я думаю, это очень хороший результат. Но помимо работ вот на улице, ведется активная работа внутри здания, в том числе и с документами по разработкам. Поэтому давайте посмотрим в двух словах, что же происходит внутри. А что же происходит внутри здания? Казалось бы, мы сразу должны начать говорить о инженерных сетях. Но нет. Работа выполняется не только по этим фронтам. Еще и отделка, отделка, еще раз отделка. Отделка АБК. Почему? Потому что вот простая ситуация. Объект необходимо скоро будет сдавать государственной комиссии. Соответственно, нужно получить ЗОС, документ о завершении объекта строительства. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо вот, скажем так, да, вот все эти работы тоже выполнить. При этом нам необходимо уже переезжать с арендованных площадей и создавать рабочие места для, скажем, размещения административных сотрудников. Поэтому вот эти процессы, они запараллелены. Монтаж электрики, монтаж вентиляционных коммуникаций, отделка стен, монтаж интернет-коммуникаций, телеметрия, слаботочка, телефония. Все это необходимо для того, чтобы в том числе получить тот самый ЗОС, и на основании которого мы сможем получить почтовый адрес, милицейский адрес, что, соответственно, позволит нам делать уже другие юридические мероприятия. Пойдемте посмотрим, что еще происходит. В АБК были покрашены потолки в соответствии с проектной документацией, где-то в серый цвет, где-то в черный, на территории выставочного нашего пространства. Также установлена, как я уже говорил, вентиляционная коммуникация, начата покраска связей. То есть мы движемся к уже финишной отделке, и выглядит это уже достаточно, на мой взгляд, красиво. И уже выполняется финальная, можно сказать так, подготовка под установку стеклянных межкомнатных перекрытий. Осталось подготовить вот эту раму, так называемую каркас, да, и, конечно же, монтаж плитки. На них уже встанут перегородки. Но, обойдя в основной наш цех, самый открытый, самый большой, мы с вами видим, опять же, обилие вентиляционных коммуникаций, да, вентсистемы, трубы, магистрали. Мы с вами видим то, что внутреннее убранство преобразилось просто до невозможности, потому что под потолком у нас уже выполнен монтаж сплинкерной системы пожаротушения. У нас выполнен монтаж, точнее, выполняется сейчас в данный момент системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. Смонтированы лотки, они, правда, ранее были смонтированы, но их стало больше в процессе вот акции. Протянутые электросети. У нас выполнен монтаж вот труб, да, достаточно объемных. Сейчас, в данный момент, мы видим пекинистку вдали цеха, где ребята, вот сейчас они опустились, они тоже под потолком, скажем так, занимаются этими монтажными работами. То есть здесь работы просто непочатый край. В том числе мы с вами, сейчас вот операторы, я думаю, наши продемонстрируют, ведутся активнейшие работы в индивидуальном тепловом пункте, продолжается обвязка, обварка, устанавливаются специальные датчики, устанавливаются косынки, устанавливаются сами магистрали, свариваются провода, готовится разводка под все здание, не побоюсь этого слова. Также выполнены приемочные работы по принятию новых материалов, новых инженерных, ну, скажем так, изделий, да, насосы. То есть станция водоподготовки также сейчас будет монтироваться. Большая часть ее уже завезена на территорию по КТБ. В том числе выполняется, вот вчера буквально ребята активно это делали, бурение отверстий для прокладывания отопительных систем на третий этаж производственного комплекса. То есть работы еще на самом деле предстоит выполнить очень много. И здесь ситуация такая, что как бы, ну, мы должны это сделать. А для того, чтобы это сделать, нам необходимо, как говорится, получить инвестиционные средства. Поэтому вот хороший результат всего этого мероприятия, на мой взгляд, более чем. И нужно ли нам дальше двигаться в этом направлении? Нужно. И ведь это не только мое мнение. Среди комментариев, среди обращений в службу технической поддержки Solar Group, в комментариях под видеороликами на канале SolarMash, двигателя Дуйнова и, в принципе, нашими социальными сетями, многим понравилась эта акция, понравились те условия, которые были предложены. И на сегодняшний день руководство компании Solar Group приняло решение продлить вот данную акцию до 15 сентября. Поэтому огромная благодарность объявляется всем тем, кто принял в ней участие, кто просто помимо акции инвестировал, проплачивал текущие рассрочки, принимал новые решения и приобретал новые пакеты. Это действительно очень сильно помогло нам всем. И в завершении хочу сказать, что вот та возможность, которая сейчас создается, до 15 сентября включительно, является для всех нас с вами хорошим шансом и хорошим подспорьем в приближении, завершении работ по строительству нашего объекта и выводу продукции на рынке. Под продукцией, я понимаю, это двигатели общепромышленного исполнения, сотового габарита, над которыми сейчас ведется активная работа. И, конечно же, углошлифовальная машина с кругом 230 мм. Спасибо за ваше внимание, спасибо за участие, спасибо за поддержку и доверие. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok